И у нас в студии сегодня вот такая веселая, пестрая компания талантливых детей во главе с преподавателем Сауле Пермахановой, старшим инструктором программы ЮСИМАС. Правильно я говорю, в Шимкенге? Да, да, да. Скажите, пожалуйста, мы знаем, что вот в Казахстане прошла олимпиада по ментальной арифметике, вот как раз школы ЮСИМАС. Что это за олимпиада и что это за программа? Да, действительно, 3 мая у нас состоялась третья республиканская олимпиада по ментальной арифметике. То есть ментальная арифметика – это математика в уме. Это грандиозное событие состоялось, очень масштабное, на высоком уровне. Соревнования проходили во Дворце Республики, то есть участвующих было более 600, в два раза больше было родителей, которые пришли поболеть за своих детей. Да, членами комиссии были выдающие педагоги не только Казахстана, но и России. Это профессора, доценты Российского педагогического университета. Детям, наверное, хочу задать вопрос. Математика – это сложно или весело? Весело! Для меня это всегда было очень сложно. Как наши детки показали себя? На самом деле, у нас отличные результаты, на наш взгляд, поскольку мы начали обучение только год назад, мы открылись в мае месяце. Мы смогли представить только три уровня. Три уровня. Первый, второй, третий уровни из десяти. Из 16 детей, которые участвовали в Олимпиаде, мы заняли 8 мест. Каждый второй ребенок достался призовых мест. Мы очень довольны проделанной работой, результатами данной программы. Ну и получается, что вы в уме очень легко считаете, да? Конечно. На самом деле, это программа международная и направленная на развитие интеллектуальных способностей детей. То, что дети считают ментально, это является бонусом программы. Они никогда не будут пользоваться калькулятором в жизни. То есть, с легкостью они делают умножение, деление, сложение, вычитание, даже выведение из квадратных корней за доли секунды без помощи калькулятора. Каким образом это происходит? На начальных этапах, вот у нас счеты абакус, дети начинают считать на счетах абакус двумя руками одновременно. То есть, развивая левое и правое полушария головного мозга. Постепенно, после первого уровня, мы представляем косточки абакуса в своем воображении. Передвигаем и запоминаем место расположения, тем самым делая вычисления. То есть, посмотрите, что происходит. То есть, если раньше на школе мы переходили от счет к калькулятору, то теперь мы идем в обратном направлении. То есть, мы начинаем опять учить детей мыслить самостоятельно, не прибегая к счетным машинкам. Да, на самом деле, то, что они решают, это бонус. Делая такие вычисления у детей одновременно, что очень важно, развивается воображение, память, концентрация, усидчивость, творческое мышление и уверенность в себе. На сегодняшний день это очень важно. Дети, которые обучаются по нашей программе, они являются, каждый из них является лидерами в своем обществе. Поскольку им легко все удается. То есть, на учебу они тратят очень мало времени, делают домашние задания. Правда, ребята? Да. Они распределяют свое время очень правильно. То есть, вырабатывается тайм-менеджмент. Так как мы на занятиях постоянно делаем все на время, они тоже умеют распределять свое время, быстро делают домашние задания, тем самым экономя уйма времени на свои увлечения. Все везде успевают, жизнерадостные, уверенные в себе. Так, ну молодые люди, ну-ка, вот покажите все вот так свои медали. Вот я вижу первое, первое, третье место, третье, второе, второе. А давайте вот проверим, правильно ли вам эти медали дали? Давайте посчитаем. Можно посчитать, да. Сейчас, работая на абакусе, мы делаем, работаем с числами трехзначными, четырехзначными, делаем умножение на абакусе, да. Но при этом мы ментально считаем в 10, в 20 рядов. Хочу предупредить сразу телезрителей, что все это происходит в реальном времени, режиме, никакого монтажа нет. Давайте начнем. Так, давайте посчитаем сначала в 5 рядов. Готовы? Да. 5 плюс 7, 8, 6, 4. Ответ? 30. Отлично, правильно. Приготовились в 10 рядов. 8 плюс 2, 7, 3, 5, 1, 4, 9, 6, 3. Ответ? 45. 45. Ответ, правильно, 48. То есть мы постепенно... Вот у нас Арслан занял первое место по первому уровню, basic он является. И еще то, что они заняли первые места, они удостоились дипломов, также сертификатов, сертификат Московского педагогического университета, что позволяет им в будущем обучаться бесплатно в этом университете. Здорово просто. А что они ручками делали, когда считали? Да, ручками. Дело в том, что они представляют косточки абакуса и пальчиками помогают себе вообразить косточки и передвигают, то есть выдают ответ. Скажите, пожалуйста, а вы были в Алма-Ате, правильно? Да. Вы там только вот соревновались, считали или как-то еще проводили время? Была у вас возможность вообще погулять в Алма-Ате? Да. Что больше всего понравилось вам в Алма-Ате? Танцевать, танцевать. А где это вы еще танцевали? В Алма-Ате. Во время проверки наших листов нам устроили концерт, где мы танцевали, пели, веселились. А ты конкретно что там делал? Ну, когда все веселились. Танцевал я. Что бы вы хотели пожелать всем-всем нашим телезрителям, вот всем своим сверстникам? Ума, счастья и здоровья. Ума, счастья и здоровья. А вам большое спасибо за то, что вы такие вот талантливые у нас растете. Вам большое спасибо за то, что нам таких детей. Даете, что бы вы хотели пожелать как педагог? Педагог, желаю, чтобы каждый ребенок счастья и здоровья детям вообще нашей страны, чтобы наши дети были конкурентно способными и достойно представляли. Вот мы представили Чемкент, не только Чемкент, но и Казахстан представляли. Вот у нас первые места, призовые места в декабре месяце поедут на международные соревнования. Это уже будет проходить в Малайзии. Будем защищать честь нашей страны. Мы желаем вам удачи и ждем после Малайзии к нам на программу. И я думаю, тогда уж нам одного стола для ваших наград не хватит. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok